всем привет мои хорошие как вам мой такой новый прикид розовую губную намазала в общем розовенькая сегодня хочется быть яркой я сейчас только что сняла для вас василек там много всяких костюмчиков спортивных кто не смотрел зайдите посмотрите обязательно вот в общем пока я занималась видосами сначала с настюхой снимала выходной день вчера занималась уже монтажом этих всех видосов короче говоря ждала девочки печку новую сегодня должны были и доставить мне но позвонили сказали что заказали другую потому что там где-то какой-то там скол или какой-то брак в общем заказали другую привезут мне на следующей неделе а я специально вчера ничего не готовила думаю приготовлю на новой печке будем как раз ее пробовать и тестировать но так как я уже кушать хочу продукты у меня уже есть и готовить надо поэтому будем готовить сейчас как и готовили раньше на новую печку мы протестим уже потом на следующей неделе я вчера купила мясо свининку взяла такой кусок мякоти нарезала там на отбивные заморозила пластами вот и сейчас я хочу приготовить отбивные ну и еще кое-какую готовку кое-какие дела будем делать вот ну что пора начинать уже в общем девочки я все уже подготовила соль перец яйцо и уже смешала и панировочные сухари сейчас вот это все отобьем и будем готовить по-быстрому другой стороны тоже все дальше солим перчим с двух сторон все теперь яйцо и сухари но надо включать уже печку чтобы прогрелась готова все сковорода уже прогрелась соль жарить я буду по 3 минуты с каждой стороне вот такие вот румяненькие уже получаются класс ну все уже заготавливаем будем кушать я девочки вчера в холодильнике на одну полку все сложила а эту освободила для того чтобы заморозить отбивные сейчас я их достану и сложу в кулечек а потом я буду здесь еще замораживать перчик вот на такую гибкую доску удобно потому что их потом чтобы разъединить было легко попробуем ты себе положила на жесткую доску то тогда было бы мне трудно все отсоединять вот так вот раз раз все и вот так вот в кулечек сложим здорово ну вот и все обед мой готов и сейчас приступим к еде красиво кушать очень приятно да когда красиво тарелочку красишь даже для себя все равно приятно ну все пообеду и будем дальше продолжить девочки смотрите купила я перчик болгарский раньше я перец на зиму замораживала целиком приобрела вот так в пакете как покупала и прямо в пакете соло морозилку но это занимает просто много места так как внутри там пространство вот эти семена ну а на этот раз я решила сделать немножко по-другому вот этот перец и сейчас помыла я его вытру чтобы он был сухой а потом поезжу кусочками и заморожу кусочками эти кусочки я сложу в кулек или в контейнер и уберу в морозилку я думаю что это уже займет теперь меньше места ну вот так вот девочки я перец помыла я вытерла на сухо чтобы он не был мокрым чтобы он нормально не слипался сух и все я его очистила по половинкам сделалась просто сяду телевизора и буду нарезать в общем девочки вот такими вот кусочками я решила все это порезать и сижу смотрю телевизор режу потом посушим все это не посушим а заморозим хотя я знаю что некоторые люди вот такой вот перец засушивают у кого есть такая сушилка специально для фруктов овощей и это тоже как вариант очень удобно охранить и морозилку занимать не надо но у меня сушилки нет я заморожу но смотрите девочки вот два брикетика у меня уже получилось еще 3 я беру кулек выпускаю воздух отсюда так и завязываю на конце в общем то по чуть-чуть лучше для того чтобы не толстый слой вот это очень здорово я придумала мне прям нравится распределить для того чтобы не толстый слой для чтобы она заморозилась чтобы они потом эти перчики мы были как отдельно чтоб не слившиеся я потом когда заморозится посмотрю что получилось получилось то что я хотела вот так вот я кстати думаю что теперь потом когда я сложу не так-то много места намного меньше чем перец цельки но замораживать я буду это все так по отдельности вот только целую полочку я перчиком нарезала еще чуть-чуть пусть будет на зиму прямо хорошо но девочки мне понравилось у телевизора честно говоря сидеть и нарезать овощи в общем я решила еще сделать икру из баклажан кабачков ну помидорчики лучок болгарский перчик еще и сейчас тоже сяду все там потихоньку нарезать девочки вот хочу вам показать почему я решила все таки сменить плиту потому что индукционная плита она вот в одном месте подгорает вот здесь вот видите жарится а на периферии вообще даже не не кипит никак ну вот икру например можно сделать потому что ее нужно будет постоянно помешивать а вот если жарить например отбивные там котлеты и что-то такое то она будет вот здесь будет подгорать а здесь будет белая совсем вот ну и то что она шумит мне это тоже не нравится так как я снимаю видео мне нужна тишина все я уже нарезала кабачки баклажаны целая кастрюлька получилась ну вот осталось медорезы только помидорчики и буду потихонечку закидывать ну вот икра уже почти готова еще чуть-чуть потушится и все вообще вот этот классный сотейник ну единственное что печка конечно не очень хорошая поэтому приходится просто почаще помешивать а вообще вместительный вот была полная створода и наполовину уже усилась вот для икры то что нужно девочки вот у меня теперь такая радость сын пришел и повесил мне на окна ролл шторы такие же как у дочки дочка мне их купила а сын мне их пришел повесил и вот теперь я сняла вот эти вот тряпочки которые висели у меня с этим с павлинчиком нет с этими фламинго помните когда я шила вот и теперь уже цивильно 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 у меня теперь висит вот это вот красота все счастье счастье какое какое счастье я довольна очень ну посмотрим как завтра будет солнце пробиваться через эти шторы или нет ну что девочки пришло время посмотреть заморозились уже мои тверденькие такие стали перчики но в то же время ведь и они не слиплись в общем их можно положить один на другой может быть даже контейнер контейнер только у меня надо купить контейнера нету ну вот так вот все равно очень компактно легло все хорошо все закрываем а вот у меня на ужин что сегодня парочка сосисек и вот эта икра которую я сделала и остальное я выложила вот сюда в контейнер в общем-то в принципе видите она получается кажется много а потом хоп и немного но покушаю сейчас с удовольствием вот заработалась я сегодня девчата уже вечер я только ужинать сажусь вообще уже 10 но я видео монтировала потом сын пришел вешали вот эти рог шторы я довольная такая таким новым приобретением они мне очень нужны были потому что у меня солнце когда поворачивается просто невозможно прям глаза вот ну и все день подошел концу пора отдыхать сейчас я покушаю лягу телевизор смотреть и спать буду а завтра мы с вами увидимся и продолжим спокойной ночи мои хорошие доброе утро девочки смотрю с утра открыла ролл шторы прямо такая прелесть я все-таки не нарадуюсь мне нравится то что можно открыть частично какой-то открыть какой-то не открыть открыл закрыл в общем здорово я довольна девочки я проснулась на самом деле уже давно но я правда выспалась я вчера рано вырубилась я уже кофе напилась уже кое-какие дела поделала такие вот домашние там видео доделала уже опубликовала вам василек в общем мне нравятся костюмчики все которые я выбрала вот я с утра проснулась и сразу подумал о том что у меня сегодня куча дел мне надо сегодня все успеть сделать запланированные дела а завтра мне надо съездить к дочке потому что к ней придут рабочие там делать туалет но в общем там вот эту инсталляцию и все что с этим связано вот еще сегодня хочу сбегать в магазин фикс прайс мне нужно купить контейнеры хочу в контейнеры вот переложить вот этот перчик что я вчера заморозила чтобы он так в коробочке был раз достал раз жменьку взял и бросил блюдо вообще мне нравится то что я вот эту задумку придумала честно говоря просто так в голову пришло и я решила вот это сделать очень много перца у меня поместилось в общем-то в небольшое ну скажем пространство да там примерно полтора может быть два килограмма перца а если бы я его замораживала бы целиком не разрезая то конечно ну как бы в объеме это заняло бы в два раза больше место а еще мне сваха угостила виноградом собственным и тоже вот такой вот кулек винограда она мне в общем-то передала но для того чтобы просто кушать виноград мне это много я хочу немножечко винограда оттуда взять и тоже заморозить на компоте зимой и к виноград темный тем более такой виноград он будет хороший цвет давать и виноград тоже хочу вот в коробочку положить и заморозить в общем короче вот такие идейки у меня ну и сейчас немножечко прибраться надо в общем короче говоря девчата вернусь я к вам позже что-нибудь еще придумаю поделать чтобы можно было снять я сегодня утром в пять часов утра я мыла сетку от вытяжки но не стала вам это снимать потому что кому это интересно кстати мыло моющим средством чистящее средство которое для духовок и плит фаберлик очень быстро сразу же все отошло только нанесла этот гель буквально вот чуть-чуть щеточкой прошла но прям сразу все это шло и водичкой смыла и прекрасно и сушу я феном вот эту сетку вот ну все девочки попозже к вам вернусь всем привет девочки я уже у дочки но я к ней заехала ненадолго сейчас она с дэнечкой выехала мы решили на моечку заехать и вот она уже начинает мыть машину а я буду снимать изнутри как это будет выглядеть из машины стекла грязные запылены и вот решили машинку помыть так мы сейчас не видно будет уже ничего о дочек как там все закрыла нам видимость всем привет да ты же уже поздоровался дэня видишь нас мама помыла помыла это она с вами здоровая сердечко нарисовала сердечко ну и классно мы сидим балдеем да дэнка мама машинку купает водичка водичка где там она ух ты ух ты где там она где там она бабушка бабушка да давай сейчас покажем где там мама мама мойщик молодец летучи серьезная такая хе-хе-хе-хе а прикольно сидеть в машине когда машина моется здорово я тоже точно так же мою с таким же лицом серьезно здорово хе-хе-хе хе-хе 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 все мы закончили моечку че давай тряпочку протру может что нибудь милость ну ка а я так делаю всегда да все понимаете вот там взяла и все испортила просто оно вообще высохло и ни одного разводика не было и не будет разводика космос я же сделала ой как приятно снимать когда чистое такое стекло когда ясная погода яркие краски классные да ты сказала уже что мы отопление включили а только да нет не сказала еще да ну у дочки отопление сама же включает да у меня как у всех у меня централизованное А у вас когда включили? ну обычно пятнадцатого октября могут раньше если будет холодно они раньше могут включить а у вас еще не включили да? нет еще централизованно не включили у тебя холодно? у меня холодно ты говоришь? да нет у меня нормально ну я могу у меня же сплит на обогрев я могу включить если что Так что с этим все нормально Вот А вы куда сейчас поедете? В Леруа Они поедут в Леруа А я сейчас пойду в магазин И домой А завтра уже поеду к дочке Уже на выходные Сегодня ненадолго приехала А ты когда хочешь уехать? Ну я пятницу Субботу у тебя буду В воскресенье хочу уехать Здрасьте хотела сказать Ну у меня есть дела Здрасьте хотела его так сказать Ладно Девочки хочу показать вам свой лук Лук Потому что я костюмчик новое дело Станишки Кофточка Мне нравится симпатичная На улице тепло Девочки пришла я домой Я сегодня съездила к дочке С утра пораньше встала Пока там себя в порядок привела И даже некогда было мне Уже с вами поздороваться Вчера уже не было сил снимать Я вчера видео прекратила Легла и лежала Потому что что-то у меня вот так Раз и силы все закончились куда-то Весь вечер провалялась Сегодня я с утра встала Побежала к дочке Но нужно было мне там побыть Потому что сегодня приходил рабочий Вообще мы думали Что сегодня начнет он уже делать Там туалет Вот эту инсталляцию Все эти дела Вот Но он сегодня посмотрел Там нужно еще кое-что Докупить Кое-какой материал И в общем договорились Что завтра с утра придет Сегодня он будет покупать что-то Что-то Дочка поехала Уже тоже надо докупить Закупить В общем такие вот дела В общем я там побыла Покрутилась Посмотрела Заехали на мойку Машину посмотрели Помыли Дочка мыла прям Молодец Вот И все Я заскочила в фикс прайс Сняла вам отдельное видео Там что на полочках Что там интересного есть Что я купила В общем все вам показала там Это отдельное видео Вы его увидите Возможно даже раньше Чем вот этот волк Ну и в общем За самым главным Зачем я туда шла И я купила Докупила еще две Вот такие коробочки Это в морозилку Для того чтобы Компактно хранить Вот особенно Какие-то такие Рассыпучие вещи У меня сейчас там Полку занимает Вот такая Вот такой контейнер Очень неудобный Круглый И он такой вот широкий Место занимает А виноград Я там заморозила Вчера его помыла И заморозила А сейчас я хочу Просто ягоды оттуда По светочек Поодирать Я не стала Со свежего винограда Отдирать Чтобы сок Вот он мне Выпустился А замороженный Уже можно поодирать И положить сюда В коробочку Я сейчас посмотрю Что из этого выйдет И как это получится А еще покажу вам Что я там Интересного Купила в пятерочке Я купила обычные продукты Ну и кое-что Взяла такое Что-то новенькое Хочется попробовать Вот я хочу вам показать Девочки У меня сейчас Битком набито В морозилке Хотя на самом деле Вот это вот Если убрать Очень неудобная Видите Миска Заняла очень много Места И сейчас Вот я это все Переложу И посмотрим Насколько у меня Место освободится И возможно Во второй контейнер Может быть Я и перчик Тоже понасыплю Сейчас посмотрим Ну вот девочки Я виноград сняла С большой ветки И вот он у меня Здесь поместился Даже еще Немножко места Осталось И видите Сколько места Вот такая Широкая занимает А сколько Вот такая Вот Ну и перец Тоже я думаю Будет удобнее Доставать Из конфлинира Ну сколько Сюда поместится Сколько я туда И вот сейчас И отправлю Видите В кульке Удобно заморозить Потому что Его можно сделать Вот таким Рассыпчиком Чтобы потом Было удобно И убрать Ну вот Два пакета Полностью У меня сюда Поместились Очень рассыпчатые Получились Но эти два пакета Я потом Сложу Как раз Вот сверху Будет Место Меньше Занимать Ну вот Теперь все Гораздо Компактней У меня еще Место Появилось Кстати Девочки Взяла Вот такие Котлеты По домашнему Лошкарев Шесть штук Ну вроде Состав Неплохой Так Ну Я хочу Попробовать Они были по акции Один плюс один В пятерочке Я взяла Поэтому две пачки Вот Но это так Знаете Когда просто некогда Нужно по быстрому Что-то приготовить Вот В общем-то Если тут Вот это вот Все убрать Тут у меня еще Местечко есть Немножко А вот еще Что я взяла Хотела показать вам Сало домашнее С чесноком Мне просто Интересно Посмотреть Что это за сало Просто С чесноком Так-то оно Вроде бы Мягкое Вот лежало В охлажденке Ну вот Любопытно Попробую Но это Сало чуть попозже А сейчас Вот эта свинина Папа может Деликатесная Но Тоже захотелось Мне просто Попробовать Я смотрю Вроде бы Здесь немного Сала Больше так Мяса Мне интересно Как это на вкус Сейчас я вот это дело Буду пробовать Девочки Если вы слышите Какой-то посторонний звук Клацает у меня Вытяжка Ну как всегда Я сажусь Видео снимать Либо кто-то сверлит Либо ветер Начинается И начинает Клацать Вот эта вытяжка Я отрезала Вот этот вот Кусочек свининки На запах Такой знаете Как шейка Свиная Мне интересно На вкус И на вкус Тоже на нее Очень похоже То есть Это как-то Сделано Из кусочков Впрессована А шейка Она просто Вот ведет Куском Да Вся разница Ну тоже вкусная вещь Тоже была по акции Ой я такая голодная Короче девочки Я пробегала Целый день То к дочке Утром поела Кашку овсяную Потом по магазинам Бегом 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 И пришла домой Уже смотрю Пятый час И тут тоже Срочные дела Звонок Там на письмо Отпеть Туда-сюда В общем Все срочно Все срочно Покушать некогда Короче я очень голодная Сейчас буду кушать Девочки Не знаю Насколько я там уже Наснимала Мне кажется Я уже много наснимала Но во всяком случае Этот влог Я хочу уже закончить Для того Чтобы потом Начать следующий влог И в следующем влоге Уже Будем смотреть Что там у нас Интересненького Будет происходить В жизни Да Кстати Еще я почитала Сейчас комментарии Под Васильком Ну в общем Вот знаете Интересно Бывает иногда Видео Об одном снимаю Да И потом Не раз в комментариях Что-то такое Не в тему Вообще пишут То есть Под Васильком Один комментарий Был по поводу того Что снимите Видео Покажи Расскажите Как вы с мужем Познакомились Как у вас там Было все Как все Чем закончилось Какие у вас Мужчины были После мужа В общем Надо все Рассказать С кем Когда Чего Девочки Я думала Об этом видео Честно говоря Но я пока что Морально Для этого видео Еще не созрела Ну это Понимаете Очень откровенное Видео Я должна вам Рассказать всю свою жизнь Про всех своих мужчин И чем они Меня не устраивали Не очень-то В общем-то Хорошие Тут похвалиться Нечем Честно говоря Мужиков таких Не было Чтобы было Особо похвалиться Вот Но не в этом дело Просто чтобы Это все рассказать Нужно как-то Вот морально Созреть И сесть И рассказать все Может быть Я расскажу Об этом позже Но я же говорю Пока я к этому Еще не готова Вот И еще Видео Там где я Снимала Видео С Настей Тоже вот целый день Настя У меня Мы с Настей тут готовим Ребенка показываю Внучку свою И вот там Обязательно В комментариях Вот вспоминают Деню И начинают сравнивать Настю с Деней И также писать Целую кучу комментариев По поводу Опять того Что Вот Настя вот такая А Деня такой Зачем сравнивать Мои внуки Для меня они одинаковые Я их одинаково люблю Также одинаково Люблю своих детей Вот Поэтому Ну мне пришлось Парочку Подписчиков Там Заблокировать Потому что Девочки Я никому Не позволю В своих Комментариях Под моим Видео На моем канале Где-то Плохо Высказываться О моих Родных И близких Вот Поэтому Поэтому Вот так Ну все Мои хорошие На этом видео Я хочу закончить Кому видео понравилось Ставьте лайк Подписывайтесь На мой канал И до новых встреч Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok